Познакомиться с модой племён Южной Африки можно в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Наряды привезли из десятков деревень, где их шьют вручную и носят по сей день. Это костюм женщины народа Ндебеле – один из самых красочных и тяжёлых в Африке. Яркую накидку из овечьей шерсти невеста получает в день свадьбы. Носит её в течение всей жизни. Увесистые кольца на шее, руках и ногах появляются с ростом дохода мужа. Могут весить до 10 килограммов. Изначально их делали из золота, поэтому ходят они очень медленно. В таком невозможно куда-то спешить. Это про достаток женщины. Этим она говорит. Я обеспеченная, я дорого стою. Это её гордость. А это наряд народа с вази. На голове шапка из натуральных волос, увенчанная пятью перьями птицы-турака. Так нарядиться может лишь особо королевских кровей. Это право закреплено в законе. Но всё же главное украшение – ожерелье из бисера. Когда так одеваешься, это значит, что ты замужем. А это любовное послание. Когда мужчина выбрал тебя, он дарит тебе это, чтобы остальные мужчины знали – к тебе больше не подходить. Бисер – один из основных экспортных товаров ЮАР. Европейцы завезли туда яркие бусины в 1800 году. С тех пор украшение из них – главная гордость и инструмент самовыражения самых разных народов Африки. Даже бесстрашных зулусов. Это народ-воины. Их традиционная одежда делается из звериных шкур. Сверху это шкура леопарда. Сверху это обод из антилопы. Выставка проходит до середины мая.